В Екатеринбурге в десятый раз прошел фестиваль «Ночь музыки». Его участниками стали популярные артисты, концертные площадки города и храм святителя Иннокентия. На приходе создано креативное пространство под названием «Станция вольных почт», и в день фестиваля там выступил хор византийской музыки и панк-группа. О том, как это было, расскажет Надежда Калинина. Дождливая погода не помешала любимому екатеринбуржцами фестивалю состояться. Один из уже постоянных участников «Ночи музыки» – хор «Святой Лука». Хор византийской музыки принимает участие в богослужениях, в храмах, но также выступает и с концертами. Мне нравится это пространство. Я благодарю отца Илью за приглашение, за такое доверие, чтобы представить их площадку нашим звучанием, нашим коллективом. Курсируя между площадками, а их было около ста, горожане заходили и в теплый и уютный зал, расположенный на первом этаже старинного здания. В 19 веке здесь была станция вольных почт, а сейчас находится и храм, и новое культурное пространство. «Ночь замечательного города, и очень хотелось бы быть вовлеченным в этот праздник жизни. Мы уже третий раз участвуем в свое время, когда церковь вобрала в себя греческую культуру, греческий язык, богословие. Этот процесс неостановим, поэтому надо участвовать в культурных мероприятиях того места, где ты живешь. Урал, Екатеринбург, «Ночь музыки». Византийское пение насчитывает 2000 лет. Сейчас певческая традиция охраняется Всемирным фондом ЮНЕСКО, а на Урале ее продолжают хор «Святой Лука». Это хор, он охраняется ЮНЕСКО, это особенный хор. У них аура, такая очень хорошая светлая аура, которая поднимает, вдохновляет. Еще одним музыкальным коллективом, выступившим на станции «Вольных почт», стала екатеринбургская группа «Раус». Поднимем голову выше, смотрим плоткость и мир, что способна любовь, был гейм или фея. Талантливые котята, ломающие стереотипы. Так говорят о себе участники группы «Раус». Музыканты играют панк-рок, но специально для станции «Вольных почт» переложили свои песни для акустического звучания. Вот только что мы играли электричество, и, конечно же, для этого места мы сделали специальную программу. И наши песни, которые звучат в электричестве очень довольно жестко, сейчас будут звучать очень мягко и красиво. И, я думаю, понравится всем, кто сюда пришел послушать. Креативное пространство станции «Вольных почт» задумано храмом как место для встреч. Здесь запланированы художественные выставки, лекции, музейные экспозиции, интерактивы, мастер-классы. Так приход хочет внести свою лепту в культурный досуг горожан, помочь развитию творчества и открыть свои двери для новых людей.